Рыцарские доспехи, стальные розы, танки, лошади, щиты и мечи. Все это приятели Андрей и Сергей создают при помощи молота, наковальни и фантазии. Работают кузнецы в основном со сталью разных сортов, а в последнее время решили осваивать и другие материалы, в частности кожу и дерево. Начинали вообще работать сырого металла, а уже потом, как докопали, оказалось, что доспехи и прочее в древности создавались из каленой стали. Восникла необходимость горна, так начали уже на горячо потихоньку работать. И в итоге пришло уже все к тому, что пришлось осваивать новые методики по закалке, обработке высокоуглеродистых сталей. Созданию любого изделия предшествует эскиз и составление четкого плана технологического процесса, поясняет Сергей. Каждая работа мастеров по-своему уникальна и сложна в исполнении. Если сувенирный нож, к примеру, можно сделать за несколько часов, добавляет Андрей, то на создание шлема уходят недели. А совсем недавно ребята закончили совместный проект с компанией-разработчиком компьютерных игр. Это боевой робот-молот. Трехметровый гигант весом 800 килограмм является собой точную копию юнита из стратегии правила войны. Разработчики компьютерной игры дали нам трехмерную модель, и мы по ней работали, создавали ее копию, ну, скажем так, натуральный размер, он примерно 3 метра высотой получился. Также у нас есть электрик, который делал подсветку, звук, движущиеся элементы, ну, головой двигает еще этот робот. Ну, сколько времени ушло? Ушло на него почти 2 года. Сейчас ребята трудятся над своей новой задумкой – доспехами эльфийского рыцаря. Идею парни позаимствовали из фильмов в жанре фэнтези и решили воплотить в реальном мире. Успевают умельцы радовать своих близких. К 8 марта они подарили своим возлюбленным по стальной розе. Такие цветы, говорит Сергей, никогда не увянут и будут хорошим сувениром. Самое увлекательное в этой профессии в том, что в ней предела нет по развитию. То есть ты постоянно развиваешься, постоянно что-то открываешь новым. И единственное, что новичкам, кто захочет тоже попробовать заняться, должны учесть самое важное то, что это как наркотик. Это если один раз попробуешь и тебе втянет, понравится, уже не отпустят. Всю жизнь будешь что-то ковырять, делать, изготовлять новое. В планах ребята дальше развивать и совершенствовать кузнечное ремесло. А еще они намерены попробовать себя в декорировании автомобилей и мотоциклов. Вильян Мода, Владимир Борох, агентство телевидения Новости.